всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал где мы говорим о том как сформировать пассивный доход и развивать инвесторское мышление сегодня будем говорить на достаточно интересную тему большое количество вопросов приходит в последнее время если акция упала или упадет что делать хороший на самом деле вопрос по одной простой причине что отвечая на него можно сказать какие-то опять-таки конкретные шаги с другой стороны все-таки развивать инвесторское мышление и именно поэтому я стараюсь ответить на него с позиции того как я на это смотрю когда вас падает акция в инвестиционном портфеле то нужно пойти в самое начало то есть как она у вас в принципе появилась в этом инвестиционном портфеле вы не должны задаваться этим вопросом когда у вас акция уже включена в инвестиционный портфель вы должны поставить этот вопрос еще до того как вы купите акцию потому что акция это доля маленькая доля права собственности в определенном бизнесе то есть если вы покупаете акцию это не как цифра на рулетке в казино до которые вы поставили и ждете что она у вас вырастет несколько раз а за каждой акции за каждым тикером стоит определенный бизнес и в этом случае должны понимать что если у вас эта акция появляется в инвестиционном портфеле то вы покупаете бизнес этой компании вы покупаете денежный поток этой компании вы получаете дивидендную доходность этой компании мало того став акционером данной компании вы покупаете и долги данной компании которые она имеет. И поэтому вопрос, что делать, когда акция упала, вы должны задать еще себе до того, как вы купите эту акцию в свой инвестиционный портфель. Если вы отвечаете на этот вопрос еще до того, как включили, то тогда получается, когда акция упадет, вы будете понимать, что вы делаете. В качестве примера можно привести, опять-таки, сделки Уоррена Баффета. То есть многие говорили, что Баффет промахивается в период ковида. Он продал акции компании Delta Airlines, причем продал чуть ли не по самой низкой цене, причем у него был достаточно большой объем, но тем не менее продажа состоялась. То есть человек, скорее всего, сделал это не просто так. То есть когда он включал в инвестиционный портфель свою акцию, включал данную компанию, он, соответственно, ее оценивал. Он смотрел, зачем он ее покупает, какой денежный поток эта акция имеет, какой долей он будет владеть, если он купит непосредственно ее. Когда произошла ситуация с ковидом, произошла кардинальная смена. То есть произошло изменение вводных, которые были в период принятия инвестиционного решения. Что конкретно изменилось? Изменилось то, что у компании значительно выросла долговая нагрузка из-за простоев. Возникли одновременно два риска. То есть первый риск связан с тем, что из-за того, что убытки столь громадны, что компания может быть национализирована, и акционеры там останутся без всего. Второй момент. Очень сильно выросла долговая нагрузка и стоимость обслуживания долга. Третий момент. Решение этого вопроса виделось или в увеличении долговой нагрузки, последующей или национализации, или дополнительной эмиссии акций, что в свою очередь размывало бы долю владения конкретно Баффетта, размывало бы долю компаний, которые непосредственно владел Баффеттом. И получается, что в ситуации, когда произошла кардинальная смена бизнес-показателей компании, она была продана. И в этот же самый момент, соответственно, была покупка другой компании. Компании, относящейся к нефтегазовому сектору, которая опять-таки в тех же самых условиях, получается, была приемлемая долговая нагрузка, были ли в какой-то степени в своем сегменте лидирующей позиции на рынке. Было очень низкие, даже отрицательные цены на нефть, что привело к тому, что акции всех нефтяных, газовых и сервисных компаний, которые обслуживают, упало очень сильно в цене. И в этом случае он смотрел просто, а что будет у меня как у аукционера с денежным потоком, даже если я сейчас эту компанию куплю. То есть, сколько сейчас стоит эта компания и какова ее балансовая стоимость, хватит ли ее размеры чистых активов для того, чтобы расплатиться с долгами. И я прекрасно понимаю, что цена на нефть не может там все время находиться в отрицательных значениях и в будущем она вырастет. То есть, я тоже рассчитываю, сколько примерно может стоить эта цена на нефть и какой денежный поток я получу в будущем. Когда возникает вопрос, у меня акция упала, что делать? Ответьте себе на вопрос, а зачем в принципе ее покупали в инвестиционный портфель? То есть, что вам понравилось в этой компании? И если акция упала, то каковы причины падения этой акции? Потому что причины падения могут быть какими-то объективными, но не знаю, как у нас это было с Норильским никелем, когда произошла авария, и действительно нужно было заплатить значительную часть штрафа за причинение вреда окружающей среде. И здесь мы понимаем, что это какое-то, ну в принципе, разовое событие, которое неприятно для акционера, но тем не менее оно не погубит там значительной компанией, потому что валовая выручка гораздо выше. Другое дело, когда вы покупаете авиакомпанию, в ситуации с ковидом останавливаются полностью транспортировки, а у него высокая долговая нагрузка, куча самолетов куплены в лизинг, и в этом случае компания просто может не справиться. Третий вариант, когда вообще, вы можете оказаться в ситуации, что падение акции вызвано даже не объективными причинами. Что это может быть в качестве примера, и почему я именно сейчас об этом говорю, особенно я говорю в отношении людей, которые инвестируют в акции американских компаний, потому что в последнее время это не такой must-have, да, то есть нужно покупать акции американских компаний России, это все плохо, там все стабильно, надежно, если что, там Федрезерв напечатать денег поможет. Про что я здесь говорю? Я говорю про то, что падение цен акций может происходить не потому, что что-то плохо, а потому, что этих акций было очень много куплено на заемные деньги. То есть физические лица, юридические лица покупали акции на заемный капитал. То есть на рынке большая доля кредита, большая доля левериджа, физические лица порядка 843 миллиардов долларов в настоящий момент имеют размер долга, да, то есть с плечом, с которым они не сидят в акциях американских компаний. И в этом случае мы можем увидеть, что даже такие хорошие, классные компании, допустим, как Facebook, как IBM, как Microsoft, они будут падать в цене не потому, что у них с бизнесом что-то стало плохо, да, потому что очень много людей сидели в этих компаниях с плечом. И когда началась коррекция, когда начинается коррекция, цена акций начинает снижаться, и люди, которые эти акции купили с плечом, начинают их продавать, потому что они начинают терпеть значительные убытки. Чтобы эти убытки не ограничить, соответственно, их начинают продавать. Не потому, что стало плохо что-то с бизнесом, а потому, что был высокий уровень жадности, люди хотели заработать больше денег, И поэтому коррекция, она вызвана именно высокой долей заемного капитала. А учитывая, что в принципе мировой долг сейчас очень высокий, что в принципе на финансовых рынках, как в акциях и в облигациях, просто колоссальные пирамиды репо сформированы. Я в этом в качестве примера тоже привожу 2008 год в России, когда акции российских компаний хорошие, сильные акции типа Сбербанка, которые теряли в цене до 70%. Ну давайте возьмем Сбербанк. Сбербанк в 2008 году упал там со 100-110 рублей. В начале 2009 года он торговался там по 15 рублей. Со 100 до 15. То есть потерял 85% капитализации. И человек в этом случае задает вопрос, а что мне делать? То есть у меня акция непосредственно упала. Произошло ли фундаментально что-то плохое с Сбербанком? Я помню, тогда я общался с клиентами. И это сейчас, наверное, прикольно говорить, да? Зайдите в отделение Сбербанка или посмотрите на Сбербанк, как он изменился за 10 лет с 2011 года. Тогда в 2009 году я говорил людям, посмотрите на Сбербанк, как изменился Сбербанк за последние 5-10 лет. Почему за последние 5-10 лет я в качестве примера приводил? Потому что цена акций Сбербанка была в этот период точно такая же, как 5-10 лет назад. Ну, 10 лет назад. Я говорю, смотрите, как Сбербанк за 10 лет изменился. Тогда это не было таких разительных изменений, но начали создаваться там удаленные каналы продаж, начал меняться сервис, произошла сегментация клиентов, да, клиентской базы. Качество сервиса постепенно начало улучшаться. Тогда не было так динамично, как это сейчас наблюдается, но при этом я говорил, смотрите, сейчас акция стоит столько же, сколько стоила 10 лет назад. Но за 10 лет Сбербанк кардинально поменялся, и вот эти вот плюсы, представьте себе, что вы их сейчас можете купить за ноль. Ну, то есть для вас это ничего не значит. И поэтому здесь получается, что смотрите с позиции бизнеса, какой бизнес вы покупаете, то есть какой уровень долговой нагрузки, какой денежный поток, что произойдет, если там будет экономический кризис, какова балансовая стоимость компании. То есть именно ответ на эти вопросы до начала покупки, до того, как вы купили, позволит вам себя чувствовать комфортно в ситуации, когда стоимость снижается. И мало того, когда стоимость акции снижается, если это хорошая акция с хорошим денежным потоком, вы наоборот должны радоваться. По одной простой причине, вы от этой акции получите кэшфлоу, получите дивиденды, которые вы можете направить на покупку этой же самой акции. Вот такой, наверное, будет ответ, что делать, если акция упала. Задавайте себе этот вопрос до покупки, смотрите на фундаментальные показатели. Можно ли сильно потерять, если в этот момент подать эмоции и продать? Я не встречал ни одного здравомыслящего человека, который, в принципе, был бы согласен продавать акцию с 70% дисконт. Еще раз возвращаясь к ситуации со Сбербанком, которая была описана, почему он упал столь сильно, потому что акции Сбербанка на них реповались. То есть люди покупали акцию Сбербанка, несли ее обратно в Сбербанк, в Сбербанке под залог акций Сбербанка получали деньги, на эти деньги покупали еще акции Сбербанка, и таким образом формировалась пирамида. И когда акция упала на 10-15%, это нормально, да, то есть кризис был, американские индексы упали на 30%, и падение на 30% в акции Сбербанка, это было нормально, и даже если бы на 50% ушло, ничего страшного. И если вы торгуете на собственные деньги, у вас нет никакого левериджа, то в этом случае ничего страшного, то есть денежный поток, в принципе, не особо изменился. Но если у вас плечо, хотя бы один к двум, а акция падает на 50%, у вас денег своих не остается. И поэтому, получается, падение продажи были обусловлены тем, что состоятельные лица, которые злоупотребляли вот этими операциями РИПО, они, соответственно, продавали эти акции, потому что у них не хватало обеспечения для того, чтобы удерживать эту позицию. Вот таким образом можно ответить на вопрос. Друзья, у меня вопрос, а было ли в вашей практике инвестиционная трейдерская ситуация, когда вы вынуждены были продавать акцию со значительными дисконтами в 30-40-50%? И, опять-таки, не потому что, может быть, вам было страшно, а потому что это была вынужденная ситуация маржин-колл, брокер предоставлял требования. Или, наоборот, это была ситуация плечом, может быть, и на производных ценных бумагах, на фьючерсах, когда происходит увеличение размера гарантийного обеспечения, и ты вынужден продавать непосредственно свою позицию, просто потому что ты не можешь ее удерживать. Напишите в комментариях, мне будет интересно, была ли такая ситуация, каким образом разрешилась, какие уроки вы для себя в этом случае вынесли. На этом у меня все. Если было полезно, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь со своими друзьями, внедряйте собственную жизнь для того, чтобы развивать собственное инвестерское мышление.